МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Евгения Байбикова. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Время добрых дел и дружеского общения. Глава Мордовии принял участие в республиканском Ифтаре. Новые рабочие места и рост вклада в экономику региона. В Дубенском районе реализуется масштабный инвестпроект. Все для победы. Учреждения культуры собрали очередную партию гуманитарного груза для бойцов. Когда счет идет на минуты, госавтоинспекторы помогли спасти мужчину с тонкого льда. В ЧП должен быть готов каждый. Сотрудники МЧС тушили учебный пожар в Театре имени Яушева. Представители разных национальностей и конфессий за общим столом и дружеской беседой. Совместный Ифтар во время священного месяца Рамадан для Мордовии стал уже доброй традицией. Это пора не просто пост. Время нравственного очищения, добрых дел, теплых встреч и разговоров о том, что важно для всех без исключения жителей республики. 21 марта в республиканском Ифтаре принял участие глава республики Артем Сдунов. Священный месяц Рамадан. Время душевного роста, чистоты и добрых дел. В это время все правоверные мусульмане постятся. С каждым восходом солнца они отказываются от пищи и питья. Вечернее разговение в священный месяц носит название Ифтар. Это не просто трапеза. По доброй традиции республиканский Ифтар объединяет представителей разных религий и национальностей. Присоединился к нему и глава региона. Для меня большая честь, чтобы меня пригласили. Пригласили моих сослуживцев. В этом году максимально совпадает наш великий гост. Священный месяц Рамадан. Мы вместе с вами ограничиваем себя в чем-то. Боремся со страстями. И стараемся сделать себя лучше и людей вокруг лучше. Я бы хотел, чтобы, наверное, вот эти чистые помыслы, они нас полностью объединяли. В эти дни, чтобы мы обратили внимание на тех, кому необходима наша помощь. Максимально необходима наша помощь. Это люди с небольшими доходами. Многодетные семьи. Одинокие люди. Пожилые люди. И это наше общее дело, в котором не разделяется ни на национальности, ни на веру и исповедание. Приветствую присутствующих, Артем Сдунов поздравил всех с избранием президентом Российской Федерации Владимира Путина. Мусульмане республики, как и все жители Мордовии, внесли свой вклад в эту победу. Ежегодно к Рамадану по всей республике присоединяются тысячи верующих. Помимо воздержания от пищи, все же самым главным остается духовное очищение. Молю Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах утвердил в наших сердцах, укоренил милосердие, милость и терпимость друг к другу. В то же время, инша Аллах, чтобы проросли ростки братских отношений. Над этим мы с вами, дорогие друзья, должны работать. Слова благодарности прозвучали в адрес мусульманской общественности за активное участие в общественной жизни республики, в том числе в сборе гуманитарных грузов для участников СВО и поддержке подшефной территории Мордовии Каланчакскому муниципальному округу. Шла речь об ответственной миссии, которая возложена на священнослужителей. Хочу поблагодарить всех имамов, всех имамов без исключения, мухтасилов, имамов, которые присутствуют на сегодняшнем яфтаре. Это люди, которые стоят на страже, на страже нравственности, морали, преткновения каких-то экстремистских идей в нашу республику. На самом деле, работа, которая проводится ими, она очень большая. Мусульмане республики молятся Всевышнему о скорейшей победе, благоденствии и спокойствии. Это особо отметил Шамиль Хазрат Сабитов. Мы, как многонациональный и многоконфессиональный народ России, обязаны беречь наши духовно-нравственные ценности, так как нас это, в принципе, я убежден, это и нас все спасает. Особенно в трудные наши минуты, когда наша страна, наша Родина видит и встречает угрозы бездукового Запада. Второй год подряд пост в месяц Рамадан и Великий Православный пост практически совпадают во времени. 21 марта за одним столом Ифтар объединил всех, вне зависимости от веры и нации. Прежде всего, это мир на земле. Особенно в наше время мы видим, как именно на этот мир покушаются силы зла. Мы знаем по Божественным Писаниям, что зло можно победить только добром. Господь нас всех призывает к святости, к чистоте, к правде, к любви, к миру. Наша великая многонациональная страна, которая всегда хранила и религиозный мир, и мирноциональное согласие, мы сохраним его с вами. Мусульмане верят в соблюдение всех правил Рамадана, избавят от грехов и очистят души. Дарья Боронина, Народные новости. 22 марта глава Мордовии Артем Сдунов посетил Дубенский район. Там он осмотрел строительство нового цементного завода, посетил предприятие по заготовке и переработке древесины, а также несколько объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, принял участие в работе сессии Совета депутатов Дубенского района. Подробности расскажут Вячеслав Кузьменко и Дмитрий Малахов. В Дубенском районе с 2022 года идет реализация крупного инвестиционного проекта. Буквально в поле вырастают очертания будущего цементного завода. Мощность предприятия составит 1 миллион 200 тысяч тонн цемента в год. На производстве будет создано 120 высокооплачиваемых рабочих мест. Средняя заработная плата составит 110 тысяч рублей в месяц. Проект реализуется при помощи китайских инвесторов. Они же являются основными поставщиками оборудования. Стоимость проекта оценивается в 200 миллионов долларов. Еще одной особенностью нового завода станет то, что одним из источников энергии будет альтернативное топливо, линию по производству которого из твердых коммунальных отходов также планируют наладить в Мордовии. Реализация проекта рассчитана на 5 лет. Во время посещения строительной площадки глава Мордовии пообщался со специалистами из Китая, которые помогают в строительстве, и оценил бытовые условия, созданные для иностранных специалистов. Также он провел рабочую встречу с руководством группы компании «Магма». На ней обсудили перспективы развития. В завершение осмотра Артем Сдунов подчеркнул важность инвестиций для экономики региона и высоко оценил реализуемый проект. Кроме того, в Дубенском районе Артем Сдунов побывал на местном предприятии по заготовке и глубокой переработке древесины. В агродубенке делают пиломатериал, а также изготавливают поддоны. Однако на все прессурье предприятие известно прежде всего своими саженцами сосны. Директор предприятия Александр Талакин рассказал руководителю региона, что на предприятии построена теплица проектной мощностью 1,2 млн сеньцев в год. Это позволяет не только полностью обеспечить посевным материалом Мордовию, но и вести продажу в другие регионы. Только в прошлом году было реализовано 150 тысяч таких сеньцев сосны. В планах у предприятия освоить взращивание сеньцев кедра, туи, ели колючий и голубой. Следующий пункт визита – центр общения старшего поколения. Он находится в райцентре. Мордовия реализует пилотный проект по созданию таких центров общения. Первый начал работать в Дубенках. Опыт переняли еще в 16 районах. В творческой мастерской мастерицы выкладывают алмазную мозаику, вышивают бисером яркие картины. Этой зимой в рамках акции «Тепло солдату» связали свыше 80 пар шерстяных носков. Глава Мордовии поблагодарил мастериц за их работу. В актовом зале проводят репетиции ансамбля «Сударушка», а также различные лекции и мероприятия. В частности, встречи с руководством района. А 22 марта в нем плели маскировочную сеть. Мы с удовольствием начали сюда ходить для общения со своим возрастом, со своими знакомыми. И мы часто тут устраиваем праздники. Я вот руководитель ансамбля «Сударушка», я всегда собираю свой состав сюда, на репетицию в этот зал. Выступаем часто. А сейчас мы плетем сети. Люди старшего поколения в центре не посетители. Они здесь – хозяева. В библиотеке не только тренируют память, играя в шахматы и шашки, но и обсуждают прочитанное и делятся своими творческими находками. Поэтесса Светлана Фадейкина прочитала Артему Сдунову свои стихи. Главе Мордовии они понравились настолько, что он предложил Светлане поучаствовать в создании художественных фильмов, которые сейчас снимают в Мордовии. Вы знаете, мы же возобновили сейчас Мордов кино. У нас много фильмов снимается. Про врачей мы сняли. Сняли про Степана Эльзу. Кино уже сняли. Будем 2-3 апреля показывать в Москве у нас. Про Вабьегу. Школу Вабьеги. Наша здесь. Там очень много нашего национального компонента. На языке очень много что говорится. Про Шакова сейчас будем снимать. Вообще я хотел бы вас познакомить с ними. Потому что иногда надо сопровождение. Нужно сопровождение в начале, в конце или где-то, чтобы прозвучали стихи. Следующий пункт визита – это школа села Повадимова. В ней обучается 175 ребят, в том числе и из соседних сел. В минувшем году здесь был сделан капитальный ремонт. Появилась столовая и кухня. Артем Сдунов осмотрел школу. Качеством работ и новым дизайном образовательного учреждения он остался доволен. Особенно ему понравилось оформление школы. На стенах – портреты гордости района, людей, из которых нужно брать пример. В завершение поездки глава Мордовии принял участие в работе сессии Совета депутатов Дубенского района. Началась она с минуты молчания в память о тех, кто отдал жизнь, защищая родину на полях сражений специальной военной операции. В ходе заседания были подведены итоги работы в минувшем году. Главный акцент – развитие агропромышленного комплекса. Ростневодными районами в нашей земле выращено более 52 тысячи тонн зерна. Произведено более 53 тысячи тонн молока и более 5 тысяч тонн мяса. Средний расход молока на одного человека – 393 литра в год. Наш район может обеспечить молоком 134 тысячи человек в год. Такие показатели стали возможными благодаря реализации в районе проекта строительства молочного комплекса «О, хорошее дело». Но наряду со средним бизнесом держим на пульсе вопрос по развитию малого бизнеса и оказываем всесторонние содействия. Также на сессии обсудили задачи на год текущий. В этой связи заслушали доклады руководителей крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий района. В своем выступлении глава Мордовии отметил, что Дубенский район по многим позициям в числе лидеров в республике. На президентских выборах дубенцы дружно поддержали Владимира Путина. Процент голосов, отданных за него здесь, выше всех в республике. Также в ходе сессии Артем Сдунов провел анализ задач, на которые нужно обратить внимание в работе в текущем году. Среди позитивных моментов снижение кредиторской задолженности более чем в два раза перед субъектами МСП. Это очень хорошо. Ну и конечно сумма она осталась, около полутора миллионов. Вопрос надо закрывать, эти деньги кто-то ждет, на них рассчитывают, поэтому обратите внимание. Уровень муниципального долга находится в пределах допустимого. Обращу внимание все-таки на то, что соблюдайте соглашение, которое у вас подписано с Минфином нашей республики. Прежде всего по оценке налоговых льгот обязательно делалось. Ну и согласуйте, перед чем выносите к депутатам. Впереди у дубенцев большие задачи. Это и реализация новых инвестиционных проектов, и строительство дорог, и модернизация школ и детских садов, и благоустройство общественных территорий и многое другое. Все задачи, без сомнения, будут воплощены в жизнь. В районе живут активные и трудолюбивые люди. Руководство Мордовии окажет им всестороннюю поддержку. В завершении сессии отличившиеся жители района получили заслуженные награды. Вячеслав Кузьменко, Дмитрий Малахов, Народные новости, Дубенский район. Полторы тонны гуманитарного груза собрано культурными учреждениями Мордовии в рамках акции «Культура за победу». 22 марта вторая партия помощи отправилась из Пушкинской библиотеки к бойцам. Что собрали для наших ребят люди творчества и как присоединиться к эстафете добрых дел, расскажут Ирина Радайкина и Сергей Соколов. В Пушкинской библиотеке десятки коробок. Каждая из них с любовью и заботой собрана творческой интеллигенцией республики. Акция «Культура за победу» стартовала в начале февраля. Актеры, библиотекари, певцы, музыканты, танцоры активно подключились к сбору гум-помощи. Во многих учреждениях даже ввели час помощи бойцам СВО. На работе сотрудники на 60 минут откладывают все дела и посвящают это время плетению маск-сетей или вязанию теплых вещей. Учреждения «Культура» все откликнулись, абсолютно каждый муниципальный район. Все государственные учреждения «Культура», каждый помогает, чем может. И надо сказать, что это получил огромный отклик от всех. Во вторую партию гуманитарного груза вошло все самое необходимое. Продукты питания, медикаменты, средства гигиены, теплые вещи. Помощь бойцам передаст группа «Отечество». Так совпало, что музыканты отправляются в зону СВО с концертом. Много откликаются наши работники культуры, собрали гуманитарную помощь. В общем, что нам влезет в эту машину, мы все возьмем и передадим огромный привет. Когда встречаются земляки, они очень рады, что частичка земли приехала к ним на фронт. Театры, музеи, библиотеки и отдельные творческие коллективы. Никто не остался в стороне. Плели маскировочные сети, писали письма, рисовали картины и поддерживали военнослужащих своим творчеством. Каждое учреждение подошло к делу ответственно и с душой. В фойе был установлен ящик для сбора гуманитарной помощи. Были установлены сети, которые плели и сотрудники музея. Смотрители очень активно откликнулись на этот призыв, на эту акцию. Приходили волонтеры, молодые школьники, студенты, и приходили серебряные волонтеры. У нас на уровне малого зала стоит выставка, посвященная и Девятаеву, и вообще войне Великой Отечественной, и сейчас современная. У нас целая выставка. Также стоит несколько столов для детей, чтобы они могли, каждый ребенок и даже взрослый, написать письмо на фронт, какие-то пожелания свои высказать, которые мы письма тоже передаем. Также поставили несколько таких военных ящиков, которые любой из зрителей или даже работников театра мог бы принести какую-то гуманитарную помощь. Акция продолжается. Внести свой вклад могут не только учреждения культуры, но и все неравнодушные люди. Пункт сбора находится в Пушкинской библиотеке по адресу Богдана Хмельницкого, 26. Ирина Радайкина, Сергей Скалов. Народные новости. Днем солнышко уже припекает, однако в темное время суток свои позиции не желают сдавать зима. В это время года ночевка на улице может быть опасна для здоровья и даже жизни. Именно поэтому, увидев на пока еще заснеженной поверхности реки Тавлы мужчину, сердобольные прохожие вызвали скорую. Однако медики оказались перед дилеммой. Выходить на тонкий лед было опасно уже для их жизни. На помощь пришли правоохранители. Экипаж патрулировал город и сразу же вмешался в ситуацию. Не иди. Вот здесь проваляться можешь. Лучше туда, мне кажется, к середине, ближе. Вот ты идешь, здесь полынья. Шаг за шагом по тонкому льду спешит на помощь пострадавшему госавтоинспектор. В такую погоду на счету каждая минута, поэтому медлить не стали. Потерявшего сознание мужчину доставить в больницу нужно было срочно. Поэтому сначала его подтащили к относительно прочному участку льда, на носилках переместили в карету скорой помощи, а затем доставили в реанимацию одной из городских больниц. Пора прощаться с подтопляемым мостом. С 25 марта у жителей Химаша станет чуть меньше способов попасть в центр. Низководный мост на рабочие принято решение временно закрыть. Такое случается каждую весну. Настала пора активной подготовки к паводку. Соответствующую информацию опубликовала городская администрация. В связи с весенним паводком и постановлением администрации городского округа Саранск с 25 марта по 30 апреля текущего года будет ограничено движение транспортных средств по Низководному мосту через реку Инсар по улице Рабочая. На период ограничения движения будут выставлены временные дорожные знаки и технические средства, ограничивающие движение транспортных средств. Также будут демонтированы барьерные и пешеходные ограждения для предотвращения их повреждений. При нормализации уровня воды на реке Инсар движение может быть возобновлено раньше обозначенного срока. Личный состав и техника единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Мордовии всегда на готове. В этом убедились коллеги из Центрального аппарата МЧС России. Смотр сил и средств прошел 22 марта. Также в этот день механизм действий в случае природного пожара отработали на командно-штабных учениях. Ирина Семенова и Сергей Соколов покажут и расскажут, как это было. К поводку готовы, к другим возможным происшествиям тоже все службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций всегда на чеку. На смотре сил и средств лишь малая часть того, чем располагает экстренное ведомство. По плану привлечения сил и средств, по плану действий, у нас почти 4000 человек привлекаются к ликвидации этих событий. И несколько тысяч единиц техники, включая более сотни плавсредств. Одна из самых важных ролей у спасателей. Аварийно-спасательная служба представлена у нас как федеральной составляющей. Это наш филиал Нижегородского РПСО. И аварийно-спасательная служба Республики Мордовия. В составе которой, в том числе, и водолазная служба, которая у нас достаточно неплохо оснащена. У нас применяется обычная группировка, довольно сложная, разнородная. И вот здесь очень важно нам обеспечить должное взаимодействие на всех уровнях. Механизм отработан. Есть у нас комиссия по чрезвычайным ситуациям. Есть теперь постоянно действующий оперативный штаб на базе главного управления. На вооружении спасатели, катера и лодки. Все мобильные группы укомплектованы необходимым снаряжением на 100%. И уже сейчас находятся в состоянии полной готовности. Если где-то начнется неожиданное подтопление, служба готова практически выехать в течение 40, ну максимум часа. В подготовленности спасателей сомневаться не приходится. В 2012 году во время Большого половодия они на двух таких же плоскодонках смогли перевезти 100 голов крупного рогатого скота. В этом нелегком деле помогали ветеринары. Сейчас техники больше, а все действия отработаны до мелочей. В полной готовности и другие службы. Пожарные, медики, коммунальщики, газовики, полицейские, лесная охрана, энергетики и службы связи. Уверенность в том, что они выполнят задачу, есть. А вот как раз вопрос интересен и исследований как раз в рамках штабной деятельности, где мы вырабатываем решения, предлагаем самые оптимальные варианты, для того, чтобы не ошибиться и принять из всего многообразия единственный правиль, который позволит нам сохранить не только человеческие жизни, но и ресурсы. Готовятся не только к паводку, но и к природным пожарам. По счастью, в прошлом году в Мордовии таких происшествий не было. Но быть во всеоружии нужно всегда. Механизм действия отработали на командно-штабных учениях. По легенде, в селе Шингарина Ковылкинского района пламя из леса перекинулось на дома. Первое, что необходимо для его ликвидации – развернуть подвижной пункт управления. В ее состав входят такие элементы, как палатка совещания, в котором происходит принятие решения, пункт работы личного состава, который производит сборы и обработку информации и предоставляет все необходимые данные в Центр управления в кризисных ситуациях для принятия решения, также для обобщения и передачи в Национальный центр управления в кризисных ситуациях. Важно также обеспечить все необходимое для личного состава. Здесь и полевая кухня с пунктом питания, и палатка для отдыха, и помывочная. Электричеством пункт обеспечивает генератор предусмотренной запасы воды. Круглосуточно сменяя друг друга бороться со стихией будут спасатели аэромобильной группировки. В ее составе 100 человек и 15 единиц техники. Не так давно на вооружении пожарных появились и беспилотники. Они стали хорошим подспорьем. Очень эффективные средства, очень помогают в тушении лесных пожаров. Они показали себя в первую очередь на тушении лесов в 21-м году в Темняковском муниципальном районе. Очень удобно использовать их. Видно все сверху, куда направлять, где горит, что тушить. Все это прекрасно видно. Очень хорошая вещь. Сложенность действий отрабатывали не только спасатели, но и ответственные лица в районах республики. К работе штаба они подключились по видеосвязи. Ирина Семенова, Сергей Соколов. Народные новости. О днем ранее в Саранске прошли пожарно-тактические учения по другому сценарию. На этот раз спасатели республиканского МЧС устраняли условное возгорание в Государственном театре оперы и балета имени Яушева. Юлия Сайкина расскажет о спасательной операции подробнее. Под звуки пожарной сирены команда огнеборцев подъезжает к театру оперы и балета. Спасатели немедлят, оперативно вооружаются спецопорудованием и направляются к очагу возгорания. Уже известно, что из здания не смогли выбраться 10 человек. Им нужна помощь. К счастью, на этих кадрах не реальная спасательная операция, а пожарно-тактические учения. По задумке учений произошло возгорание на планшете сцены. В результате произошло сильное задымление. В ходе проведения учений 10 пострадавших были найдены. Пожарные подразделения приступили к тушению пожара. Обстановку усложнило то, что, по легенде, одно звено газодымозащитной службы во время тушения пожара перестало выходить на связь. Спасатели незамедлительно направились на поиски коллег. И спустя всего пару минут потерявшееся звено было найдено и выведено на свежий воздух. В целом огнеборцы действовали грамотно и слаженно. Условный пожар ликвидировали. Его площадь составила 500 квадратных метров. Всего в учениях было задействовано 119 сотрудников экстренных служб и 36 единиц техники. Юлия Исайкина, Народные новости. Полицейские вместе с народными дружинниками напомнили жителям Саранска о схемах мошенников. Горожанам раздали памятки с перечислением самых распространенных из них. Кроме того, сотрудники полиции, дружинники рассказали прохожим о том, как не попасться на уловки мошенников. В памятках, помимо информации о схемах действий злоумышленников, были перечислены номера телефонов, куда можно обратиться в случае столкновения с мошенниками. Полицейские призвали горожан поделиться этими знаниями с родственниками и друзьями. Общаясь с молодежью и серебряным поколением, полицейские выяснили, что многие схемы мошенников им знакомы. Большинству опрошенных поступали звонки от преступников и, все же предупрежден, по-прежнему значит вооружен. По мнению горожан, информирование о самых распространенных уловках злоумышленников – верный способ сократить число обманутых. В Мордовском национальном драматическом театре премьера. Впервые здесь покажут спектакль по пьесе Александра Володина «С любимыми не расставайтесь». В центре сюжета несколько семейных пар на грани развода. Есть ли у них шанс на счастливое совместное будущее? Узнавали Ирина Суконкина и Станислав Семин. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся и не всегда живут долго и счастливо. Красной нитью эти печальные слова проходят по истории каждого героя пьесы Александра Володина. «С любимыми не расставайтесь» – это сборник банальных, порой нелепых и глупых причин расставания двух когда-то любящих сердец. В основе сюжета слушание нескольких дел о разводах. В принципе, показать вот эти вот абсурдные скандалы, чтобы люди посмотрели со стороны, типа, ну, чем мы занимаемся вообще. Стоит ли оно того, чтобы вот люди посмотрели, наверное, со стороны об этом, то есть, ну, а как, зачем, стоит ли на это тратиться. Или же там есть какие-то другие слова, есть какие-то другие там взаимоотношения, есть какие-то другие действия, которые, возможно, приведут к более положительному результату, нежели вот ругачки, таскание по судам, там, ссоры различные. В эпицентре этих разводов история двух главных героев. Митя и Катя – некогда счастливые муж и жена. Сначала пара ругается из-за пустяка, после углубляется в ссору. Отсюда ревность, крики, скандалы и развод. Выдуманная история, которую ежедневно проживают сотни и тысячи реальных людей, в том числе актеры. Персонаж, я думаю, актуальный вообще. То есть это, ну, развод, да, дело такое. И в основном это на эмоциях происходит, особенно в наше время. Психанул кто-то, да, спылил, нервничал, нервы, и сразу в суд бегут люди. Вот, для меня, да, для меня были такие моменты у меня в жизни тоже, вот, что подобная ситуация происходила. И, как бы, этот персонаж мне, есть момент, где он мне близок. С любимыми не расставайтесь. Это не про разлуку и не про бывших. Это, как ни странно, история про всепоглощающее чистое и искреннее чувство любви. Но, чтобы его познать, каждый герой должен прожить свою историю и сделать правильные выводы. Я думаю, что зритель в любом случае задумается, потому что в какой-то из пар он в любом случае увидит себя, хоть частично, но это точно будет. И так поразмышлять на тему любви, это, мне кажется, наше любимое. Премьера спектакля «С любимыми не расставайтесь» состоится 23 и 24 марта в 17.00. Ирина Суконкина, Станислав Семин. Народные новости. Их хобби – перевоплощаться. 21 марта во Дворце культуры Саранска все любители косплея смогли продемонстрировать свои яркие образы на костюмированном шоу «Я в образе». Участники показа перевоплотились в любимых персонажей из компьютерных игр, кинематографа, литературы и комиксов. В числе зрителей оказалась и наша съемочная группа. За нетипичными костюмами скрывается не только любовь к определенным жанрам фильмов, сериям видеоигр или комиксов, но и большой полет фантазии, а также интерес к прикладному искусству. Найти соратников по интересам и воплотить смелые идеи в жизни ребята смогли в косплей-клубе «Юмена», который действует на базе городского Дворца культуры. Вся ценность косплея в том, что ребята не только популяризируют прикладное искусство, но при этом делают его актуальным в данный момент в современности. Сегодня будет из игр в основном это «Геншин Импакт», это «Five Nights at Freddy's». А так в целом делаем костюмы почти на любой вкус, на любые какие-то аниме, любые мультсериалы, игры, что угодно. Для активистов клуба «Юмена» самый главный критерий – желание и стремление создавать образы и демонстрировать их аудитории. Полет фантазии никто не ограничивает. Для этого показа свои образы участники готовили, объединившись в пары, команды или поодиночке. Дополняя костюмы интересными деталями, образы сделали не просто яркими и запоминающимися, но и очень схожими с любимыми персонажами. Я представляю образ из аниме «Страны самоцветов» «Алмаз». Персонаж достаточно красивый, у него очень красивые волосы, костюм также самопошив. Моя напарница представляет образ из игры «Five Nights at Freddy's» «Охранник Фонгай». Телефон полностью сделан своими руками, в трубках держится на магнитах. Это картон с папье-маше и поверх покрас. Я представляю себя в костюме из аниме «Тёмный дворецкий» Себастьян Михаэлес. Недавно мы начали увлекаться группами Visual K. Так как они исполняют опенинг данного аниме, мы решили сделать данных персонажей. Она представляет образ моего господина, графа Сиэль Фантом Хаев. Такие показы для любителей косплея в городском дворце культуры проходят ежемесячно. А совсем скоро клуб «Юмена» отметит свой первый день рождения. Дарья Баронина, Владимир Ильин, Народные новости. На этом у меня всё. Далее вас ждёт прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.